Замороженные активы российских инвесторов. Праздники закончились, пора на работу. Что хранит научная библиотека Казанского университета? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделина Абдрахманова. Казанский федеральный университет приглашает принять участие в днях открытых дверей институтов. Абитуриенты и их родители смогут получить информацию о порядке поступления в КФУ, условиях обучения, студенческой жизни, а также побывать в лабораториях, аудиториях и музеях Казанского университета. Встречи с абитуриентами пройдут во многих институтах Казанского университета. Они состоятся как очно, так и онлайн в формате Zoom и ВКонтакте. Все подробности можно узнать на сайте КФУ. Активы россиян в Евроклир и Клирстрим не разблокировали. Подробнее прокомментировал эксперт Казанского университета. Разрешение на разблокировку активов российских граждан в Евроклир и Клирстрим перестало работать. Многие инвесторы и брокеры, как и ожидалось, не получили ответа на свои заявки. Активы остались замороженными. Все счета российских граждан в этих двух депозитариях были заблокированы. В результате чего владельцы иностранных ценных бумаг, российские владельцы иностранных ценных бумаг, не могут эти ценные бумаги продать, не могут получать по ним дивиденды, то есть никак не могут своей собственностью распорядиться. Российским инвесторам заранее поставили несбыточные условия. О том, что вернуть активы до 7 января не получится, говорили сразу. Тормозят не только новогодние и рождественские праздники, но и объемы работы. В связи с началом специальной военной операции были введены санкции, и все счета российских граждан в этих двух депозитариях были заблокированы. Сейчас европейскими регуляторами было принято решение сделать исключение для отдельных владельцев. Точнее было принято решение предоставить возможность отдельным владельцам этих ценных бумаг запросить разрешение на разблокировку. Что дало бы возможность нашим гражданам продать свои ценные бумаги и вывести деньги. По словам эксперта Казанского федерального университета, данная процедура прошения очень сложна. И если европейские регуляторы ее не изменят, не применят какие-то другие регулятивные меры, то все останется как есть. Люди же, вложившие деньги в иностранные ценные бумаги, если не потеряли деньги, по крайней мере потеряли к ним доступ на очень длительное время. Вот и закончились новогодние праздники, а это значит, что настала пора выходить на работу. О том, как влиться в рабочую атмосферу, расскажу вам далее в сюжете. Девятидневные новогодние праздники подошли к своему завершению, а это значит, что настала пора выходить на работу. Традиционно первый рабочий день, так же как и понедельник, дается тяжело. Люди чувствуют сонливость, апатию, которые так мешают рабочему процессу. Психологи называют это состояние постпраздничным синдромом. Оно вызвано не только нежеланием заканчивать отдых, но и плохим физическим состоянием после новогодних застолий и сбитым режимом дня. У нашей психики есть способность адаптации, адаптироваться, привыкнуть к новой ситуации. А именно к тому, что праздники закончились. То есть адаптируйтесь, подождите, не спешите, не тревожь, все нормально будет. Это первое. Второе. Необходимо сначала что-то делать, а потом уже спрашивать себя, какое у тебя настроение. А не так, ничего не делать и говорить, не буду делать, потому что у меня нет настроения. То есть сначала делай, потом узнаешь свое настроение. Приходя на работу в первый день, не стоит совершать трудовой подвиг. Любому человеку требуется время на то, чтобы влиться в рабочую колею. В среднем на это уходит от трех до пяти дней. Поэтому первая рабочая неделя может пройти в режиме энергосбережения. Такие дни психологи советуют не корить себя за непродуктивность. Эмоциональное выгорание может настигнуть вас быстрее, чем вы вернетесь в прежний ритм. Нужно знать, что настроение – это всегда награда за преодоление. Если есть преодоление, если работает воля, получите и настроение. Пришло время, вы его примите через некоторое время. Хотя в голове еще образ праздника есть, но вы его примите. Чтобы не допустить эмоционального выгорания и легко пройти адаптацию на работе после праздников, специалисты советуют заранее готовиться к выходу на работу. Подготовить вещи, разобрать почту, написать предстоящие дела, которые появились. А главное – больше гулять, концентрироваться на положительных событиях, которые вы пережили за выходные. Не забывайте гулять, посещать места, в которых давно хотели побывать. И постепенно, не нагружая организм, вливаться в рабочий процесс. Кажется, в 2023 году зима вошла во вкус и в полную меру показала свою силу. Ледяное начало года. Что будет дальше? С начала января в европейской части России были спрогнозированы сильнейшие морозы, а уже сейчас более половины территории нашей страны накрыло аномальное похолодание. Для последних 10 лет такое явление вовсе не рядовое. В уже прошедшем 2022 году не было выявлено ни одного настолько морозного дня. Так чем же вызвано негодование природы? Дело в том, что в настоящее время погоду нашего региона определяет арктический антициклон. Оказавшись на его передней периферии, к нам закачивается морозный воздух с акватории арктических морей. И этот воздух практически беспрепятственно по наикрочайшему пути проходит через наш материк, попадает на нашу территорию и создает условия, когда температурный фон ниже климатической нормы на величину около 20 градусов. Вот эта пятидневка станет одной из самых морозных январских пятидневок за последние столетия. Аномалии на огромных территориях европейской части России. От Калининграда до Дагестана на юге и Ярославля на севере. Татарстан также в этом списке. За несколько дней в разных регионах установлено 50 температурных рекордов. Дальше больше. Принесет стужу ультраполярное вторжение. Ледяные воздушные массы из Арктики прорвутся далеко на юг. Синоптики используют также понятие обвал холода. Мороз в буквальном смысле обрушился с севера. Однако все имеет свойство заканчиваться и леденящую душу, и тело. Погода тоже. Возврата или приближение к климатической норме следует ожидать лишь к концу недели, к Старому Новому году. На смену этому барическому образованию антициклону обязательно придет циклон, который уже сейчас Атлантика нам готовит. Это обширный циклон. И, как правило, с циклоническим характером погоды следует и потепление, и облачная погода с осадками. В то время как сейчас и до конца текущей недели вероятность осадков минимальная. Следует отметить, что в ближайшую неделю эксперты советуют быть наиболее аккуратными и подготовленными к причудам природы. Но в Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение. Так, ночью и утром 10 января ожидается сильный мороз. Температура составит от минус 31 до минус 36 градусов. Местами похолодает и до минус 41 градуса. Какие раритеты хранятся в научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета, расскажет Амир Ахтямов. Андрей Брей – художник, график и иллюстратор. Его работы встречаются во многих стихотворениях и сказках. Особую любовь аудитория он получил благодаря своему уникальному стилю рисования. И сегодня в честь наступающего Нового года мы рассмотрим его произведение «Новый год». Родился и жил в Москве. Занимался литографией, живописью, маслом. Первые рисунки Брея были напечатаны в журнале «Всемирная иллюстрация». Затем он печатался в журналах «Комсомолец», «Прожектор», «Красная Нива». Сотрудничал также в журналах «Пионер» и «Мурзилка». Более 50 лет он иллюстрировал книги для московских издательств «Молодая гвардия» и «Детский мир». Научная библиотека Николая Лобачевского предоставила нам сборник стихов и рассказов Андрея Брея. Эта книга выпускалась в Москве в 1939 году издательством детской литературы. Стоит отметить, что в этой книге мы встречаемся не только со стихами, но и с иллюстрациями великого художника. В сборник вошли самые лучшие новогодние стихи и зимние сказки. Они рассчитаны для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Книга поможет родителям и воспитателям организовать и провести веселые детские праздники. Его книжки добры, талантливы и изящны. Он начал печататься, будучи еще молодым, а в 25 лет он уже приобретает известность. Молодой художник Андрей Брей выделяется блестящим рисунком, лаконичным и острым. Ему под силу и меткая социальная сатира, и нежная лирика. Кроме того, он великолепный анималист. Своему успеху отчасти молодой художник обязан Владимиру Маяковскому, написавшему к рисунку Брея большое стихотворение, которое называется «Московский Китай». Более 50 лет Андрей Брей иллюстрировал детские книжки. Делал рисунки к рассказам о революции и гражданской войне. Иллюстрировал книжку о полярных путешествиях, а также рисовал насекомых для книг знаменитых ученых. Амир Ахтямов, Универньюс. О раритетных материалах Николая Бекетова расскажем далее. Николай Бекетов – один из основоположников физической химии и химической динамики. Автор многих научных работ. И сегодня в научной библиотеке Николая Лобачевского мы рассмотрим одни из главнейших произведений великого химика. Химик – ординарный академик. Родился 1 января 1827 года. Воспитывался в 1-й Петербургской гимназии. В 1844 году поступил в Петербургский университет, но с третьего курса перешел в Казань, где в 1849 году получил степень кандидата естественных наук. Переехав затем в Петербург, он стал заниматься химией под руководством Николая Зинина. Получил степень магистра химии и в 1855 году назначен адъютантом по кафедре химии в Харьковский университет, в котором в качестве профессора химии оставалось 32 года. Сотрудники научной библиотеки Николая Лобачевского подобрали нам научные труды Николая Бекетова. Первый научный труд называется «О некоторых новых случаях химического соединения. Общие замечания об этих явлениях». Данный научный труд выпускался в Санкт-Петербурге в 1853 году. Вторая же книга называется «Исследование над явлениями вытеснения одних элементов над другими». Данная работа была выпущена уже чуть позже, в 1865 году, тиражом всего лишь 30 экземпляров. Фактически, открытия Бекетова всегда представляли большой интерес. До Бекетова никто не имел чистых окисей щелочных металлов. Главнейшая работа Бекетова о некоторых новых случаях химического сочетания и общее замечание об этих явлениях и исследовании над явлениями вытеснения одних металлов другими. Важно, что Бекетов во всех своих работах по теоретической химии стремился к решению вопроса о том, что является причиной источником химического сродства. Первая идея о зависимости силы сродства элементов от той величины, которая называется в химии атомным весом, принадлежит Бекетову. Вторая и не менее важная идея, приведенная Бекетовым, состояла в том, что количество тепла, выделяемое при соединении данных простых тел, не может служить меры их сродства, а представляет разность между сродствами однородных и сродствами разнородных атомов. Амир Ахтямов, Универньюс. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова